Шрамы изменили их лица до неузнаваемости. Жизни, навсегда покалеченные нападениями с использованием кислоты. Но эти женщины не жертвы. Они выжили, спаслись. Они возвращаются к нормальной жизни для того, чтобы об их историях узнали. В Тинитадж-Махала они нашли место, где их принимают такими, какие они есть. Это кафе, принадлежащее благотворительной организации. Как и полагается официанткам, они принимают заказы и общаются с многочисленными туристами, приезжающими в город. Ранни 20 лет. Она здесь новенькая. История нападения на нее, в результате которого она ослепла, не уникальна. Один парень был влюблен в меня. Это была безответная любовь. Он всюду меня преследовал. Однажды он догнал меня на улице и начал домогаться. Я дала ему пощечину. Это его разозлило. Через несколько дней он плеснул мне в лицо кислотой. В семье обвинили меня. Говорили, что я должна была согласиться быть с этим парнем. Но я не хотела попасть в ловушку брака. Я хотела учиться. Ранни рассказывает, что поддержали ее и помогли поверить в свои силы не члены ее семьи, а женщины в этом кафе. Работа здесь, в Широус, не только ради заработка. Она помогает вернуться к нормальной жизни. Большинство женщин здесь пережили нападения в ранней молодости. И для них вновь обрести уверенность в себе необходимо, чтобы выжить. Эти женщины уже стали местными знаменитостями. Вот съемки видео для сайта кафе. Доли было всего лишь 12, когда на нее напали. Еще один отвергнутый ухажер. Она вспоминает, как впервые после нападения увидела свое лицо. После того, как я взглянула в зеркало, я плакала, рыдала, громко кричала. Я говорила, что мое лицо уничтожено, что лучше бы я умерла. Зачем вы меня спасли? Но мама сказала мне, что я все равно прекрасна. Больше я не закрываю лицо. Я живу так, как хочу. И очень рада, что у меня есть работа в Широус. Что родители гордятся моей работой. Гордятся тем, что я так твердо стою на ногах. Наступает вечер. Доли и ее коллеги смеются и обсуждают места, в которых хотели бы побывать. И то, чем они хотели бы заниматься. Их совет женщинам, оказавшимся в такой же ситуации. Пытаться смотреть вперед, а не назад.